Всем привет! С вами Айка и я начинаю новое видео. Сегодня у нас будет разбор шкафа. Мы будем убирать все зимние вещи и наоборот вешать летние. Заодно я вам покажу свои любимые вещи. Кое-что примерю, подробно покажу. Я увидела у других блогеров, что некоторые продают свои вещи, которые они не носят. И с одной стороны, наверное, это правильно. И мне даже самой интересно смотреть подобные видео. Но увидев цены, я немножко была в шоке, учитывая, что это былые вещи. Они продают их почти по цене новых. Вот еще плюс доставка там получается. Вообще приличная сумма. Я ничего продавать не собираюсь. Что-то я, наверное, отдам просто своим знакомым каким-то. А все остальное у меня также останется в гардеробе, потому что все мои вещи я люблю. Я их ношу. Я люблю, когда у меня есть выбор. Например, я открываю свой шкаф и выбираю, что я надену. И, кстати, зимних вещей у меня намного меньше, чем летних. По возможности стараюсь экономить свое время. Пока вот видео у меня здесь сохраняется, я займусь шкафом. Шкаф у меня не очень большой. Это половина моего шкафа. И вот здесь лежат летние вещи. Еще кое-что лежит под кроватью. Насчет вот этой зимней юбки ее, конечно, нужно убирать, потому что ее уже не наденешь. Она теплая. Давайте параллельно буду показывать свои любимые вещи. Вот такой вот комбинезон с шортиками я купила в прошлом году в конце сезона на скидках буквально за копейки. А сейчас это просто находка. Новинка. Правда, немножко помято. Но ничего, все можно погладить. Смотрится просто пушка. Следующее платье, которое мозолило вам глаза весь прошлый год. Я его просто обожала, часто носила. Заказ мой в шейн. Очень удобно, комфортно, можно без бюстгальтера. А самое главное, пролежала целую зиму в шкафу и даже не помялась. Что-то я начала снимать этот влог. Разбор гардероба. Но сейчас пересматриваю кадры, которые я уже засняла. Кое-где мне не нравится свет, кое-где мне не нравится ракурс. В общем, я думаю, может нафиг это все. Мне интересно все равно. Знаете, в чем главный косяк? Дело не в том, что мне лень снимать. Дело в том, что мне не нравится то, что получается. И я сама себе перекручиваю в голове комментарии, которые уже будут. Кому это интересно, мы это все видели. В распаковках, мы это видели во влогах и так далее. У меня резко испортилось настроение. Упало вдохновение. Пришла еще мама, поугарала надо мной. Не снимала, не позоришься. Почему не позоришься? Тебе не нравится? Нет, конечно. Ребят, мне нравится. Сейчас вам покажу платье. Вот такое вот у меня платье. Как вам? Мама говорит, что ужасно. С этими носочками вообще топ. С лимонами. Нет, если честно, мне нравится платье, но оно большое, большое в плечах, большое везде. Оно просто висит на мне. А так я бы с удовольствием это платье носила. Следующие брюки. Очень удобные. С вот таким вот рисунком. Тоже покупала на шейн. В распаковке все вам показывала. Не знаю, стоит ли оставлять ссылочки на товары. В общем, вот такие вот брючки. Классные. Сейчас такую погоду, мне кажется, просто идеально. И они, кстати, здесь не зуклёж. Этот влог получается максимально тупой. У меня такое странное настроение. Я что-то начинаю делать. Оставляю на половине. Хочется начать делать что-то другое. В общем, максимально странное состояние. Я решила сегодня отдохнуть, полежать. Лежу, хочу выйти на улицу. В общем, сама не знаю, чего хочу. Я решила пойти на улицу, прогуляться. Не знаю, выйдет ли этот влог. Скорее всего, нет. Просто так снимаю. Иногда у меня такое бывает. Какой-то, знаете, странный настрой. У меня сейчас в комнате такой бардак. Я всё вытащила из шкафа. Вынула всё, что было под кроватью. У меня вещи везде просто, во всей комнате валяются. У меня нету настроения их всех собирать. А хочется просто пойти на улицу погулять. Вот так вот у меня валяются вещи. Я сегодня планировала всё это начать гладить и развешивать. Что-то нету настроя. Посмотрите, какое красивое у меня платье. У меня столько красивых платьев. Я просто держусь и думаю, в этом году ничего покупать не буду. У меня летние одежды просто столько. В прошлом году очень много накупил. Посмотрите, какая юбка. Классная. У неё ещё есть топик. Такой с открытым животиком. Супер материал. В общем, стараюсь ничего не покупать. Не знаю, получится или нет. Вот топик. Ой, какая погода на улице. Прям супер. Несмотря на то, что время уже 6. Погода обалденная. Думаю спуститься вниз. Немножко погулять. Походить. А там посмотрим. Хотела я прям так идти. Мне очень нравятся эти брючки. Классно подчёркивают фигуру. Вот, может быть, вот так пойду. Но, скорее всего, камеру я оставлю дома. Потому что на камере нету зарядки. Наснимала я дофига. Скорее всего, на монтаже буду всё срезать. У меня такое часто бывает. Я наснимаю, например, на час. В конце там остаётся 10 минут материала. Потому что всё мне не нравится. Поэтому, пожалуй, наверное, камеру я оставлю дома. А буду снимать вам на телефончик. Покажу вам супер стильный мой лук с этими брючками. Они мне, кстати, нравятся. А лифт у нас работает вот с такой штукой. Если у вас нет этого жетона, то вы не поедете. Именно поэтому за курьерами нужно спускаться. И за гостями, кстати, тоже. Это очень неудобно, но приходится терпеть. Моё грязное зеркало и мой прекрасный внешний вид. Смотрите, какие брючки. Как они классно подчёркивают фигуру. Топчик. Погода на улице обалденная. Даже зря надела жакетик. Не стоило. Погода очень хорошая. И давайте вам покажу машину моей мечты. Что бы я хотела приобрести себе? Беленький Ford Fusion. Красотка. Неужели я его нашла? Крем для тела от Calistar. В огромном просто объёме. Я раньше его покупала. Он мне всегда нравился. Только вот не знаю, оригинальная эта продукция или всё-таки нет. И, наконец-то, я добралась до того, до чего хотела. Всякие штучки для маникюра. Но здесь они стоят гораздо дороже, чем на Shane. Правда, наклейки Shane меня немножко разочаровали. Но, увидев цены здесь в магазине, я поняла, что я ещё раз хочу рискнуть и заказать оттуда. Я решила разнообразить свою палитру и взять пару оттенков гель-лака от Jeff. Только никак не могла определиться, что брать, потому что у меня очень много цветов есть уже. И хочется взять что-то такое, чего у меня нету. А у меня много всего. Поэтому пишите в комментариях, какой оттенок взять в следующий раз. И, напоследок, заглянула в магазин с обувью. Мне понравилась подобная моделька с небольшим каблучком. Очень нежненько смотрелась. Стоила около 70 манат. Как хорошо дома. Когда я в магазине была, я покупала гель-лаки. Там на кассе увидела девушку. Такую хрупкую, такую нежную, красивую. И в военной форме. Я ей сделала комплимент. Я говорю, как такая хрупкая девушка может защищать страну. Реально так красиво со стороны смотрелась. Очень красивая. Я считаю, что иногда даже женщины друг к другу должны делать комплименты и поднимать настроение. У меня часто такое бывает. Вот я вижу красивую девушку. И мне хочется ей сказать, что она очень красивая. И давайте покажу, что же я купила. Во-первых, тушь. Я всегда покупаю вот такой от Essence. Она стоит недорого. Но почему-то ни в одном магазине ее нету. Снимают с продажи. Как только Аке что-то нравится, все снимают с продажи. И, конечно же, я купила кучу всего для маникюра. Хотя у меня очень много гейлаков. Но мне хочется каждый раз покупать новые цвета. Вот такой вот фиолетовый. Я сейчас буду красить на типсах и подробно их покажу вам. В общем, цвета прикольные. Таких у меня нету. А то, что есть, они уже старые. И текстура их мне не нравится. Я думаю, может быть, кому-то отдать их. Потому что мне очень нравятся вот эти. Они просто идеально наносятся. С ними очень легко работать. И стоят они совершенно недорого. И вот такой набор типс купила. Или как они правильно называются? Типсы, наверное. Здесь очень много. Я не хотела такой большой набор. Но выбора не было. Был только такой. И я взяла его. Подготовила лампу. Подготовила типсы. И гейлаки. Кстати, насчет ламп. В магазинах продаются такие классные новые лампы. Огромные. Просто очень мощные. Но моя тоже меня устраивает. Она сушит отлично. Но мне так хочется купить новую. Я еле себя останавливаю. Прикиньте, по дороге я встретила четырех своих подписчиц. Почему-то летом всегда много кого встречаю. А зимой, наоборот, никто не подходит. Но такой рекорд, по-моему, у меня впервые. Что прям так много. Честно, так приятно. Прям хочется вас всех так обнять, поцеловать. Вот такие пусечки. Вы просто посмотрите, какой красивый цвет. Это в один слой. Я еще даже не успела высушить. И стоит три копейки. А этот оттенок я наносила в два слоя. Это 122 цвет. Тоже очень красивый. Но, если честно, я ожидала от него большего. А еще я еле нашла топ от Blue Sky. Такой какой-то странный. Не в первый раз такой вижу, но попробуем. Это 11 номер. Цвет очень даже ничего. Его я специально купила для мамы, потому что она любит подобные оттенки. И тут я обнаружила, что, оказывается, у меня два просто похожих оттенка. Причем я купила оба сейчас. Такой вот косяк. Надо было брать какой-то яркий, желтый или розовый. И вот такие вот цвета у меня получились. Вот эти два мне нравятся, как я нанесла. Я тут начала все остальные выкрашивать. Смотрите, какой красивый цвет. Ну, прям нечто. В два слоя. Такие блестки, голографические. Супер. Вау, какая красота на кухне. Вы просто гляньте. Мама пришла из супермаркета. Столько вкусняшек купила. Это к чаю. Что это, мам? Они очень вкусные. Сейчас подожду. Сейчас будем с чаем. Еще любимые мои конфетки. Очень я их обожаю. Попробуем, попробуем. Сейчас с чаем. Как пойдет это все. А я, в свою очередь, думаю, стоит ли менять эти два оттенка. Они очень похожи. Мама говорит, все-таки они отличаются. Можно, по идее, поменять на что-то другое. А можно и оставить. Вот я думаю, что делать. Я не стала выкрашивать палитру всеми оттенками, которые у меня есть в коллекции. Некоторые из них я вообще хочу исключить из своей коллекции. Поэтому в этой палитре будут только гель-лаки в торговой марке JEP. Мне очень понравились гель-лаки именно шиммерные. Они просто обалденные. И вот прям руки чешутся пойти завтра купить еще пару оттенков. Я, конечно, понимаю, что мне столько не надо. Но вот внутренний голос мне говорит. Айка, иди. Айка, купи. Тебе оно надо. Это все греет душу так. А потом просыпается здравый рассудок. И я говорю себе, тебе столько не надо. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете. Если вот хочется купить еще 10 оттенков, стоит ли идти и покупать их? Или стоит порой немножко выдержаться от своих желаний и хотелок? Кого я смотрю на ютубе? Микки Туториалс. Мне он так нравится. Он такая классная. Я была в шоке, когда узнала, что она мужчина. Прикиньте. Твиксик обожрался, как свинья. Когда съел столько, теперь не может дышать. В общем, я сейчас встаю с кровати и начинаю что-то делать. У меня здесь сборная солянка и косметика, и косметички, и все, что угодно. Даже вот пудра моя тоже здесь. С джинсами кое-как. С горем пополам разобрались. Вроде как у меня здесь еще есть место. Местечко. Могу сюда тоже что-то сунуть. Кстати, это моя винеточка. Давайте я вам покажу. Не пугаемся. Зрелище не для слабонервных. Вот такая я была. И все мне давали 25 лет. Хотя мне было 16-17 лет. Вот выглядела я не очень, конечно. И вот такая я была пухляш. А потом я похудела, кстати, резко. Причем, когда мы фотографировались зимой, я была вот такая. А потом в мае мы фотографировались, и здесь я уже совсем худенькая. Посмотрите, какая большая разница. Это и вот эта девушка. Обратите внимание на мое лицо. Это просто булка. А это мой класс. Но, если честно, я не особо влилась в коллектив, потому что я пришла в этот класс, получается, в 10 классе. Уже много кто в школу не ходил. Все ходили по занятиям. Уже кто-то с кем-то дружил. Поэтому я как-то не влилась, если честно. Так и ни с кем не подружилась. А этот разворот мне нравится больше всего. Это национальный костюм. Мне кажется, он мне очень подходит. Здесь даже маникюрчик красный. Тогда еще никто не делал гей-лаки. Я просто лаком красила. На его мягенькие, мягенькие пальчики. На его лапки слетишь. Мама тебя съест, мама тебя съест. Ай. Когда мы заказывали эти винетки, все топили, что давайте подороже, давайте получше, чтобы больше страниц было и так далее. Но сейчас мне некуда деть эту винетку. Она у меня все лежит и лежит. Тяжелое такое место. Многое занимает. Проверка настроения от Викса. Я совсем забыла вам показать палитру, которая у меня получилась. Мне так нравится этот фиолетовый оттенок, голубой. Единственное, что меня напрягает, вот эти два оттенка, они практически одинаковые. И я думаю, может быть, их поменять, какой-то из них поменять. Но мама говорит, нет, оставь, понадобится. Пусть такие тоже будут. Вот этот золотой офигенный. В общем, в следующий раз я буду делать обязательно с этим золотым и вот этим вот красным. Какой-то красивый маникюрчик уже хочется переделать. Как только у меня появились эти. Это, конечно, не все, что у меня есть. У меня цветов очень много. А это именно палитра от Джефф. Я хочу купить все цвета, чтобы у меня было все. Блестящие, вообще обалденные. На один пальчик, на безымянный можно. Или вот эти вот два сделать. Тоже получится очень классно. Я думаю, они классно сочетаются между собой. Фиолетовые блестки и темно-фиолетовый цвет. Супер. Когда я купила эту джинсовку, мама сразу мне сказала, что она выглядит безумно потрепанной. Как будто ты ее купила из секонд-хенда. На самом деле она была новая. Я ее так и особо не поносила после маминых слов. Прижала она у меня в шкафу год. Даже полтора. А сейчас, я думаю, реально выглядит очень потрепанной. Может быть, избавится. Это платье тоже а-ля прошлогоднее. Только ни разу не носила. Его время скидок купила. Когда все на шейн стоило просто копейки. Летние вещи особенно. Решила взять. И вот теперь буду носить. Немножко, знаете, подчеркивает все минусы вашей фигуры. А так классное платье. Здесь можно удлинить или укоротить. Наоборот, вот так сделать можно. Ну что, работа кипит. Здесь у меня бюстгальтеры. Я вот так вот сделала порядочек. Во втором ящике у меня все остальное. Здесь колготочки, ремешки. Аккуратненько, удобно что-то брать. Вот. А здесь у меня уже висят летние вещи. Все зимнее отправилась сюда. Но это еще не все. Я уже смыла макияж. Сейчас буду наносить крем. У меня самый обычный от Нивея. Всегда наношу бальзам для лук. Такое освещение, такое страшное получается. Ну пофиг, все свои. На этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка. Пока.